Уже давно собиралась. Вот наконец-то сегодня решилась. Кто-то взял палки в руки впервые, а некоторые по-другому и не гуляют. Этим утром набережная кабана напоминает трассу для биатлона. Правда, от профессиональных спортсменов эту группу людей отличает отсутствие лыж и винтовок. Зато тренировки у них каждую неделю. Часто хожу, потому что нога очень хромала. Меньше стало хромать. Сегодняшнее утро, несмотря на минусовую температуру, для всех участников марафона выдалось очень бодрым и добрым. Здесь действительно царит атмосфера дружбы и сплочения. И некоторые участники даже используют одну пару лыжных палок на двоих. Как ходить правильно, сегодня рассказывают врачи седьмой горбольницы. А участники это как раз в основном их пациенты. Кто-то скажет, до чего там уметь, взял палки да пошел. Но по мнению профессионалов, важно и правильно дышать, и в погоне за лидером не перегнуть палку. Очень важно на три шага осуществлять вдох и на четыре шага осуществлять выдох. Такой звенящий марафон для столицы уже не редкость. Первый старт был год назад. За это время любителей скандинавской ходьбы стало в три раза больше. Не требуется фитнес по 10 тысяч рублей, не требуется там еще какие-то. А я как выхожу из дома, допустим, в магазин надо бежать, я беру палочки и вроде бы скандинавская ходьба. Отношение к человеку с палками, вы знаете, очень приятное в обществе. Садишься, я захожу в автобус, встают по крайней минимум три человека. Кто-то общается с друзьями на финише, а некоторые спокойно и также с палками уходят за горизонт. Но для того, чтобы через неделю вернуться сюда на очередную тренировку. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин